Устами младенца говорит истина. Вот только о каком младенце речь-то идет. В большей мере этот перец воспитывается игрушками Ориона. Ну, скажем так, 99% игрушек у него от этой фирмы. И вот как он и говорит. Ну, ребята, 20 третьего серфаэля ваше дело. Приезжайте сюда, много игрушек, покупайте, думайте про своего ребенка. Захочет он или не захочет. В магазине Орион здесь есть много игрушек. А мы сегодня говорим про машинки. Есть такие машинки, очень красивые. Приходите сюда. Мужики, мы сегодня поговорим про мужиков. Покупайте такие игрушки. Еще бывают такие радиоуправляемые роботы, которые могут говорить и по английскому языке, и по русскому. Тот робот, который умеет говорить по английскому языке, находится слева. А тот робот, который умеет говорить по-русскому языке, он находится справа. Еще бывают... Еще танки бывают, тоже на радиоуправлении. Мы сегодня их возьмем и попробуем их завести, если получится. Еще вы видели спейдера Мэна здесь нового? Тоже на радиоуправляемой. И машины, конечно, могут ездить по грязи и по воде. Еще ролики. На них можно ездить по дороге, если не будет у вас в городе зима. Еще есть коньки, если у вас будет, конечно, много леда, и вы сможете покататься. Вот. Вот коньки. А вот где-то, я не знаю, где ролики стоят. А вот ролики, наконец-то. Правильно? Здесь все подешевле, чем в других магазинах. Тюбинги и всякое другое. Такие красивые игрушки можете покупать. Заходите, увидите. Можете все купить. И какую-то игрушку купить, если ваш сын захочет эту игрушку купить. У меня, конечно, была такая игрушка, когда у меня было 4 годика. Но я еще могу на ней кататься. И теперь можно здесь покупать такие штуки. Даже. Можно даже не брать, лепить снежки, а просто брать снег и лепить снежки сам. Не надо перчатки надевать. Два таких есть. Можно один снежок слепить и два снежка слепить. Я хотел бы еще все взять. Но у нас есть договор, я не могу это все взять. Еще появился такой, еще такой экспонат, у которого стоит антенна наверху. Я уже подзабыл, как он называется, потом вспомню. Еще есть такие игрушки. Конечно, они дешевле, но у меня их в саду очень куча. Когда мы привозим у них, когда мы сюда переходим, мы их иногда покупаем, иногда нет. Потому что я уже подрос, конечно, но они стоят дешевле. А цены даже не снимаются ни разу. Цена такая же и остается. В магазине Орионе, конечно, мы сюда каждый день приходим, когда я хочу. И папа мне покупает много игрушек. Немного так, но это не получается, конечно, сделать. Но здесь, конечно, цены иногда-то не прибавляются. Все так же на ценах, что ничего не изменяется. Но, конечно, мы сегодня приехали сюда, чтобы поснимать. Говорим сегодня и про Лего. Это, конечно, красиво. Но когда я чего-то соберу, я сразу же зову в магазин Орион папу, чтобы купить новое Лего. И так же все привозится, и новые иногда-то. Два раза дешевле. Здесь, конечно, иногда-то не изменяются вообще цены. Но иногда-то, когда я чего-то собираю, я, конечно, иногда-то грустю, когда хочу чего-то купить. И я хочу, конечно, взять какой-то Лего и зову папу сюда. Но цены не изменяются вообще. Два раза дешевле. Игрушки. Конечно, мы про маленьких говорим и про больших, и про мужиков. Конечно, здесь много шахматов и этих, и лото там, и так далее. Круто, да. А то, попадает ли папа на бабки? Да нет. Где Орион находится? Северо-запад магнитки. По советской до вокзальной. И здесь третий поворот направо, не доезжая хладокомбината. И вот оно, такое счастье. Проходите сюда, в магазин Орион про хороших игрушек.